Моё сообщение, не то что новое лечение, а лечение остаётся стандартным, что то, что касается химиотерапии, оно уже утвердено, так сказать, и, надеюсь, никто нас его не отнимет. Я хочу делать доклад об пересмотре и о каких-то новых введениях, которые за последние 10 лет вступили в эту сферу. Значит, мы знаем, что рак шейки матки, оно достаточно распространённое заболевание. В настоящее время больше всего оно распространяется в странах Азии и Южной Америки. В Европе практически остаётся благодаря вакцинации и благодаря ранней диагностике обнаруживается на ранних стадиях ещё до озлокачествления. И поэтому то, что мы увидим в следующем, в настоящее время все исследования или рандомизированные, они в основном публикуются китайцами, индийцами, южноамериканцами, так что вы не удивляетесь, потому что в Европе и в развитых странах этого заболевания в продвинутых стадиях практически нет. Несмотря на тоже достаточно хорошую диагностику в этих шесть странах, всё равно мало диагностируется стадии 1А, 1Б2, но при этом мы знаем, что самый хороший прогноз именно в этих стадиях заключается, где общая выживаемость составляет до 80%. И последующие, уже как мы идём локально, местно распространённые опухоли, достаточно большие, которые от 1Б3 до 4, а уже 30%, и частота рецидивов после операции не менее 30% составляет. Почему такая большая частота рецидивов? Тоже зависит в какой-то мере от того, почему хирурги часто, так сказать, грешимы все, берут пациентов на операцию, которым по стандарту и по рекомендациям положена химилочевая терапия. Есть ли что-то новое в диагностике ракошеки матки? То, что касается онкомаркёров. В настоящее время специфичного мгомаркёра для выявления ракошеки матки как бы не существует. Может применяться антигепоскоклеточный карциномый, может быть тканевый полипептидный, СА-125, СИФРА, но это, конечно, они повышаются уже в тех случаях, когда заболевание достаточно широко распространилось. Так, вот что новое, да, вот к чему мы обращаемся? Конечно, новое в том, что произошло изменение в классификации ФИГО в 2018 году, которое не менялось с 2009 года, и первые изменения, которые были внесены в эту классификацию, они, в принципе, внесли определённый опыт. Значит, изменилась оценка размера первичной опухоли. Стадии 1,2 по сравнению 1,2, которые используются, которые в настоящее время по рекомендации ФИГО уже используются для тех пациентов, которые желают сохранить свою фертильную функцию, желают иметь ребёнка в следующем. Значит, безусловно, одного желания недостаточно, а также одной, так сказать, ранней диагностированной стадии. Это рассматривается с учётом всех факторов прогноза, но, тем не менее, вот эта оценка опухоли на ранних стадиях позволяет проводить таким женщинам трахелектомию с сохранением фертильности. Также в Вилуново, если вы помните, ФИГО 2009 года там не учитывалось распространение, это только было основано на физикальном обследовании, и не учитывалось распространение по метастатическим путям, по региональным метастазированию и отдалённым метастазам. Значит, уже в ФИГО 2018 они внесли и заброшённый лимфоденопатил, который диагностируется двумя способами. Может быть, диагностировано радиологией, визуализацией, ПЭТ или биопсией. Значит, также было рекомендовано, что ПЭТ-КТ в этих случаях будет более чувствительно, чем КТ и МРТ, и в котором увеличивается процентность обнаружения метастазов в заброшенной лимфоузле до 14%. Просто вот я напоминаю вам, здесь выставлены определённые стадии, где мы сейчас концентрируемся, поскольку, знаете, иногда бывает очень большая конфузия, потому что до 2009 ФИГО было достаточно ограничено, и сейчас в этой классификации уже выделяется в первой стадии, то есть 1Б1, Б2, Б3, и в второй стадии тоже выделяется 1,2 и 3Б. То есть самое большое внимание как бы уделяется именно первой Б стадии. Почему? Потому что как раз для определения возможностей консервативного хирургического лечения, трахелектомия или также модифицированная гистеректомия, более сохранная, чтобы не травмировать безобоснованно пациентку и не получить достаточно агрессивное хирургическое послеоперационное осложнение. Как раз на этой классификации тоже базируется то, что при первой А2 стадии, первой 1Б, может применяться модифицированная радикальная гистеректомия, и при первой А1 может применяться трахелектомия, то есть сохранение возможности сохранения фертильности у женщины, и когда у нас идет уже стадия 1Б2, тут уже применяется радикальная гистеректомия. Дальше есть ТИК-4, ТИК-5, которые достаточно агрессивны хирургическое лечение, но почему мы останавливаемся 1Б1, 1Б2? Потому что с 1Б2 уже со 2 А стадии не рекомендуется хирургическое лечение, а рекомендуется окончательная химио-лучевая терапия. Значит, кому показано хирургическое лечение? Вот на этом слайде можно посмотреть, как бы визуально показано, что хирургическое лечение показано в стадии 2 А, то есть 1 А, 1 Б, 1 Б2, 1 Б3, здесь просто слайды у нас старой классификации, и дальше уже будет показана химио-лучевая терапия. И также здесь показано, какие типы гистеректомии можно применять. То есть время агрессивных, тотальной гистеректомии с выделением очиточников, независимо от стадии рака шейки матки, ушло. Значит, также вводится применение, определение сторожевого лимфоузла. Конечно, это не всем применяется рутинно, это применяется в тех центрах, где они научились этому делать, и хирурги, и квалифицированные, но для того, чтобы проводить технику сторожевого лимфоузла, потом, во время проведения этой процедуры, должно быть доступно обнаружение сторожевых лимфоузлов, и должно быть также доступно срочное гистерологическое исследование, чтобы анализировать и, зависимо от этого, принять определенные, так сказать, решения о лимфоденектомии. Каким образом можно применять обнаружение сторожевого лимфоузла? Может быть, синий краситель с техницией, или без него, и индоцилин зеленый, если для обнаружения доступна камера ближнего инфракрасного диапазона. То есть, эта техника, на самом деле, требует определённых навыков, но если его вводят в технику, то врачи хорошо тренируются. Теперь, предполагаем, что провели хирургическое лечение у тех групп, кому это показано, до стадии 2b. И кому показана в этих случаях одевантная лучевая терапия? Значит, одевантная лучевая терапия мы выбираем для пациентов, у кого мы определяем средний риск, как мы определяем средний риск. Значит, должно быть наличие лимфоваскулярной инвазии, плюс глубокая цервикальная стромальная инвазия, и если совпадают эти два фактора, то размер опухоли не имеет значения. Второе. Значит, если у нас имеется лимфоваскулярная инвазия, средняя инвазия средней строки, размер опухоли менее 2 см. Обратите внимание, что при определении риска наличие лимфоваскулярной инвазии оно абсолютно необходимо. Но если нет лимфоваскулярной инвазии, то должно быть фактор инвазии строма глубокой средней третьей, и чтобы размер опухоли был более 4 см. Значит, важность одевантной лучевой терапии была показана в различных рандомизированных исследованиях, и при этом уже достоверно показана, что одевантная лучевая терапия у группы, которым она показана, со средним риском, достоверно улучшает прогноз. Значит, ещё кому показана одевантная лучевая терапия? Высокий риск. Что такое высокий риск? При высоком риске вероятность рецидива составляет около 40%. В высокий риск входят положительные хирургические края, патологически подтверждённые поражения тазовых лимфатических узлов, если они были, их удалили и подтверждили метастатическое распространение, и если это было микроскопическое поражение параметрия. Почему микроскопическое? Потому что макроскопическое поражение параметрия, как правило, всегда обнаруживается до операции путём радиологического исследования, таких пациентов, как правило, на операцию не берут. Но если как в качестве сюрприза мы нашли микроскопическое поражение параметрия, это уже пациенту переводит в высокий риск. Алгоритм лечения рака шейки матки здесь как в виде графика резюмировано. При стадии 1А1, если пациент операбельный, то в этом случае применяется хирургия, но если не операбельный, тогда тоже применяется лучевой терапия и брахотерапия. При стадии 1А2, 1Б2, если операбельный, то есть вот именно стадии 1А1, 1Б2, это как бы мы рассматриваем возможность хирургического лечения. Если пациент операбельный, то проводится радикальная гистеректомия с лимфоденектомией, и тоже мы сюда включаем определение сторожевого лимфоузла, определение лимфоузлов и всю эту историю. Если, значит, пациентка не операбельная, в этом случае мы применяем лучевую терапию с брахотерапией и химиотерапией, да, лучевой с химиотерапией. И стадии 1Б3, 4А, пожалуйста, мы эту категорию всех переносим в группу радикальной химолучевой терапии. Значит, если было произведено радикальное гистеректомия с лимфоденектомией, и мы определили факторы риска. Если нет факторов риска, то в этом случае только наблюдение. И при определении среднего высокого риска, о чём я уже говорила выше, уже назначается лучевая терапия. Если у пациентки мы наблюдаем факторы среднего риска, то лучевую терапию можно проводить без химиотерапии. Только в случае высокого риска мы подключаем лучевую терапию с химиотерапией, сопутствующая химиотерапия, в которой используется, как правило, сейчас один агент, этот сплотин. Значит, кому показана лучевая терапия? Лучевая терапия, как уже сказали, уже показана пациентам, начиная 1, B, 2. И какая лучевая терапия показана? То есть, как правило, применяется химиолучевая терапия у этой категории больных. Уже было, значит, во множественных клинических исследованиях было показано, что лучше химиолучевая терапия, чем сама лучевая терапия. Конечно, рекомендуется АМРТ или АРК, и сейчас всё меньше и меньше применяется в 3D-лучевой терапии, но как минимум должна она применяться. И в случае невозможности применения химиотерапии можно рассматривать возможность региональной гипертермии. Это тоже один из опций. Значит, лучевая терапия состоит в дистанционной химиолучевой терапии и брахотерапии. Современная брахотерапия — это адаптивная визуализация брахотерапии. То есть она планируется на основании снимок магнитного резонанса, и при этом выделяются, как всегда, зоны высокого риска, среднего риска, промежуточного риска. В зависимости от этого уже мы назначаем дозу. Если нет возможности применения магнитного резонанса, то очень экспериментальным специалистам можно применять ультразбук. Такое тоже практикуется. Значит, мы не забываем, что на опухоль должна подвести в целом, включая дозу дистанционной химиотерапии, 80-90 грей. И, как мы планируем, брахотерапию нормализовать должен нормализация тоже в точке А. Но брахотерапию можно применять разную. Можно обычно применять высокой мощности дозы или в виде пульс брахотерапии. Что касается неодевантной химиотерапии, было проведено исследование фазы 3 РТС-5-5-9-9-4 и включили достаточно большое количество пациентов. И в этом случае они применяли неодевантную химиотерапию под литоксикароплотином с следующим хирургическим вмешательством. Результаты 5-летней выживаемости показали, что данный подход к лечению не улучшает, не то что улучшает, безрецитетная выживаемость даже ухудшает из-за последующих осложнений у пациентов. Так что этот подход не очень сильно применяется. Но что касается неодевантной химиотерапии, с последующим применением химио-лучевой терапии, в этом случае, конечно, у таких пациентов, у которых есть большие опухоли, очень большое распространение с переходом на мочевой пузырь, и мы можем применить неодевантную химиотерапию с целью уменьшения размера опухолевой массы и с последующим провести химио-лучевой терапию. Есть множественные рандомизмиссии, исследовали все они маленькие группы, как я сказала, в странах Азии и Южной Америки, и показывают эффективность высокой доли ответа опухоли. То, что они не показывают, пока ещё не доказано, что это достоверно увеличивает общую выживаемость. Конечно, такой поход не является стандартом, но может применяться как метод выбора при, как я сказала, определенных стадиях больших опухолей. Значит, что касается химиотерапии после окончания химио-лучевой терапии. Были исследования, где применяли два цикла цис-платин плюс гемцетабин после химио-лучевой терапии и наступало значительное улучшение безрецидной общей выживаемости. Но не ясно было, что это влияет на общую выживаемость. Применение химио-лучевой терапии, сочетание химиотерапии вместе с ним или какой фактор именно. Значит, гинекологическая группа провела исследование гемцетабина, но оно было остановлено досрочно из-за большой токсичности. И, то есть, учитывая опасения по поводу токсичности сейчас, не проводится в системном порядке рандомизированное исследование, но в достаточное время есть в работе АУТБЭК, так называемое, рандомизированное исследование, которое спонсируется в гинекологии и канцеринтергруппе как раз для установления роли химиотерапии после проведения химио-лучевой терапии. Значит, в заключении, что новое в лечении ракошеки матки? Отберять правильно пациентов для ранних стадий заболевания, также отберять пациентов, чтобы те, которые желают иметь детей в дальнейшем, что возможность провести интрахелектомии, сохранение фертильных функций, выбрать адекватный метод хирургического лечения, то есть типы гистеректомии, при возможности применить АМРТ и современную брехотерапию, избежать двойного лечения. Что такое двойное лечение? То есть хирургическое лечение плюс лучшая терапия, когда оно на самом деле не нужно, так называемое для лучшего результата. Это уже показано и доказано, что увеличивает токсическое проявление лучшей терапии хирургии и достоверно не увеличивает выживаемость. Спасибо за внимание. Продолжение следует...